Добрый день! Продолжаем занятия по курсу строительной механики. Рассматриваем РГЗ расчет рамы методом перемещений. Сегодня у нас 9 урок. Основная тема это вычление коэффициентов канонических уравнений метода перемещения. Здесь записано каноническое уравнение метода перемещения. У нас задача получается 3 неизвестных, 2 угловых перемещения, 1 линейное. Соответственно мы получаем 3 линейных уравнения. У нас с вами есть коэффициенты, которые мы будем вычислять с вами от реактивной усилия, от как раз единичных угловых поворотов и перемещений. Это нам пригодятся и пюры М1, М2 и М3, построенные в основной системе координат. По ним мы будем с вами считать коэффициенты Р1, Р2 и так далее. И еще понадобится и пюра МП, которая тоже построена в основной системе для вычления коэффициентов Р1, Р2, Р2 и так далее. Напомню еще одну характерную особенность метода перемещения. В отличие от метода сил, метод перемещения использует готовые решения. Вот здесь у меня приведена стандартная таблица. Записаны выражения для 8 расчетных схем. Получается первый столбец, это у нас идет жесткое защемление шарнирной опоры. Второе жесткое, жесткое от единичных углов поворота, от линейных перемещений и от грузовой нагрузки. И на одном из последних занятий я вам показал файлик лировский, где по сути у нас в вердовском варианте мы имеем, скажем, символное значение, там реакцию моментов. В лире мы получаем то же самое, но уже в численном выражении. Технология работы выполнения ГЗ такая. Мы используем и аналитические численные решения. У нас была тут определенная пауза, пока я со старшими курсами занимался. Поэтому напомню еще раз ту задачу, которую мы рассматриваем. Значит, вот у нас получается рама. Значит, основные элементы рамы это стойки ригеля. Значит, здесь приведены геометрические параметры, значения нагрузки, сечения. Напоминаю, что у нас с вами сечение ригеля у всех, для всех вариантов 0,5 на 0,3 метра. Дальше материалы бетонного класса B25, модуль упругости 3 на 10 седьмой. Чтобы посчитать сечение, ширину стойки, мы используем соотношение жесткостей. Данная задача получается у меня жесткость ригеля в три раза больше. Соответственно, мы играемся шириной стойки. Поэтому, если у ригеля ширина 30 сантиметров, то у стойки будет 10 сантиметров. Еще, задача статически неопределимая. То есть, нам недостаточно уравнений статики, поэтому мы используем метод перемещения. Мы выбираем основную систему, об этом мы с вами тоже говорили. В данном случае у нас в этой задаче получается три неизвестных. Значит, там, где жесткие узлы, мы получаем неизвестные узловые перемещения. Z1. Дальше, вот один жесткий узел. Дальше, второй узел жесткий Z2. Z2, это угловые. И третье перемещение получается у нас линейное Z3. Когда мы врежем везде шарниры, для того, чтобы система стала кинематически определимой, нам необходимо поставить линейную связь по оси X в узле 4. На самом первом или втором занятии мы с вами выполнили расчет в лиле нашей рамы. По сути, вот это у нас готово решение, к которому мы с вами должны прийти. Я всегда частенько так строю свои занятия, что мы получаем, скажем, видим готовое решение, а потом уже разными способами приходим к этому решению, параллельно контролируя процесс вычислений разных параметров. Как я уже показал, получается, вот это у нас, скажем, исходная схема. Для того, чтобы получить основную систему, нам необходимо, где у нас неизвестные будут узловые перемещения, мы с вами ставим вот здесь жесткую заделку в этом узле, жесткую заделку во втором узле, а здесь с вами ставим линейную связь. В результате мы с вами получаем такую основную систему. Вот это показаны 4 расчетные схемы, где, обратите внимание, то есть мы врезали жесткие заделки, поставили в двух узлах, а здесь добавили еще линейную реакцию, то есть заделку по оси Х получается. Не заделку, а реакцию просто. Закрепили от оси Х. Дальше. Почему у нас 4 еще расчетных схем? Для того, чтобы мы могли посчитать коэффициенты. Вот это у нас по этой расчетной схеме от действия силы внешней нагрузки мы получим и пюро МП в основной системе. Здесь это у нас получается будет и пюро М1, вот это и пюро М2. М2 от действия, значит, в данном случае получается М1 от вот этого единичного поворота, значит, М2 от вот этого единичного поворота и М3 от единичного линейного пересечения. Обратите внимание, студенты, на что обращаю внимание, мы задаем единичное перемещение не только одного узла, а всех вот этих узлов, чтобы деформировалась система, ну, то есть жесткое было перемещение на единичное вправо. Дальше давайте мы сейчас найдем с вами коэффициенты экономических уравнений. Но на что хочу обратить внимание? Вот это условие, каждое уравнение, что это представляет? Это, по сути, представляет сумму, это, по сути, сумму реакции по направлению неизвестного перемещения Z1. Так как у нас, получается, реакции никакой нету, поэтому у нас сумма всех этих реактивных усилий, с Эпюр М1, М2, М3 и МП, должны равняться нулю. Итак, начинаем с коэффициента R1,1. Это мы берем с вами единичную Эпюру, которую мы получили в Лире, то есть вот это у нас, получается, это скрины идут из Лиры. Значит, у нас, получается, здесь есть единичное перемещение, соответственно, реакция R1,1, реактивное направление будет направлено таким же образом, и навстречу им будут действовать два момента. Один момент у нас, получается, где идет в стойке, другой момент в Ригеле. Значит, это у нас данные из Лиры. Вот это результаты приведены из таблиц стандартных. И давайте мы с вами посмотрим, как дальше сделано вычисление. То есть, смотрите, дальше, получается, у меня суммарное реактивное усилие будет равняться двум слагаемым. Давайте открою сейчас табличку стандартную, посмотрим. Значит, это у нас, вот у нас схема, жесткая, жесткая. Обратите внимание, что у нас здесь узлы стержня оба жестко закреплены. Поэтому мы берем именно второй столбец. Смотрим. В данном случае у нас будет усилие, значит, момент равен 4Е на Л. Но, опять же, это для какого? Для вот этого стержня. Здесь у нас идет шарнир, здесь его не видно получается. Поэтому, если вот этот момент, вот этот момент будет считаться, как 4Е на Л, то момент в ригеле будет считаться по формуле, как жесткая шарнир, 3,0. Дальше, что мы делаем? Дальше мы с вами просто подставляем значения. Здесь важно не ошибиться. Студентам еще раз говорю, ну, задача немножко громоздкая, поэтому не путайтесь, где у вас стойка, где ригель, у них разной жесткости получается. Дальше, здесь мы подставляем, здесь не какая-то абстрактная личина, у нас получается вот это значение равняется 2H. Почему? У нас средняя стойка будет сколько? аж, а вот крайняя стойка будет 2H. Подставляем вот это значение. Дальше, следующий момент у нас стойка 3Е ригеля на Л. Здесь, обратите внимание, я взял, выделил вот эти параметры, отдельно вытащил. Смотрите, момент, который получается в стойке, равен 15625. 15624. Ну, разный, там погрешность в пятом знаке, это практически ее нет. Дальше, момент, который у нас возникает в ригеле, 3Е ригеля на Л, равен 23437, здесь 23436. Ну, тоже погрешность фактически нулевая. Итак, мы таким образом с вами определили коэффициент R11, который равен сумме вот этих двух моментов. Теперь дальше. Для того, чтобы посчитать коэффициент R21, нам необходимо взять ту же самую пюру, но взять узел, где у нас находится второй неизвест. То есть, в данном случае получается вот этот узелочек. Здесь, обратим внимание, я направлю реактивное усилие R21 по направлению угла поворота, но момент и в стойке, и момент в двух ригелях равен нулю, поэтому отсюда нетрудно догадаться, что R21 будет равняться нулю. Ну, еще по теореме РЛЕ, нам известно, что у нас побочные коэффициенты R, ИТ, ЖТ равняется R, ЖТ, ИТ, тогда R12 тоже можно учесть, на будущее можно проверить, тоже будет равен, чем нулю. Дальше нам необходимо найти еще коэффициент R3.1. R3.1 это коэффициент, который берется тоже с Эпюры М1. Как мы считаем? Значит, у нас третий неизвестный, это линейные перемещения. Получается тогда, когда мы считали R1 и R21, рассматривали моменты, то здесь нам необходимо отсечь нашу раму и рассмотреть равновесие по CX. То есть получается R31 будет действовать у нас справа. И давайте посмотрим, чем он будет равен. Ниже я спустился. Смотрите, вот у меня из лиры приведено значение. Вот эта поперечная сила равняется 2930. Теперь вхожу, значит это у нас стержень жесткая, жесткая, да, от единичного полота. Значит смотрим в таблице, это у нас будет реакция равняется 6EI делить на L в квадрате. Считаем это значение. В лире получилось 2 930. Теперь давайте проверим, чему это значение у нас будет равняться в маткаде. R31 минус 6EI стойки на L в квадрате, в данном случае, получилось 2 930. Все отлично совпало. То есть мы с вами посчитали коэффициенты R11, R21, R31. Аналогичным образом теперь вычисляем коэффициент R22 и соответствующий. Итак, смотрите, R22, значит у нас есть узел, где у нас находится второе неизвестное узловое перемещение. Значит R22 реактивное усилие направлено по направлению перемещения. Имеем из равновесия узла, значит у нас 2 момента, 1 момент стойки, 1 момент тригеля. Обратим внимание, значит у нас здесь жесткая шарнир, жесткая шарнир, да, от угла поворота. Значит нам необходимо сейчас тогда пойти на таблицу, которая у нас есть от угла поворота жесткая шарнир. Моменты равняются 3 иначе. Значит это значение стандартное табличное, которое получено с помощью метода сил. Теперь смотрим, что у нас получается в маткаде. Ну, обратим внимание, так уж получилось протоксально. Хотя разные параметры, моменты сверху в стойке в ригеле получились одинаковые. Проверяем, смотрим, значит ниже я спускаюсь. И смотрите, 3Е и стойки на H. 3Е ригеля на L. Получилось равное, ну суммарно 46.75. Если я выделю какую-то отдельную составляющую, скопирую, ставлю, равно, получилось равное 2347. Ну там у нас получилось 23437. Вот абсолютно все совпало. Опять там погрешность какая-то в пятом знаке. Итак, мы с вами нашли R2. Дальше, когда мы с вами будем считать R2.1, сейчас нетрудно догадаться, что у нас R1.2. Оно берется с Эпюры M2. R1.2. Значит, здесь у нас моментов нету, поэтому не трудно догадаться, что R1.2 равняется R2.1, равняется чему? Нулю. Аналогично, когда мы с вами считали R3.1, мы что, рассматривали, отсекали вот так часть рамы и рассматривали равновесие поперечных сил. То есть вам необходимо сейчас подкрыть Эпюру поперечных сил, стандартное значение. И посмотрим, сколько у нас будет равняться R3.1. Ну, я говорил, что не R3.1, а R3.2 получается. Смотрим. Значит, у нас идет с вами, если я сейчас перейду на Влиру. Это вот я открыл расчетную схему, где мы приложили как раз единичный угол поворота во втором узле. Значит, Эта Эпюра Кут, соответственно, тогда вот это значение 5859, оно должно равняться значению R3.2. Давайте посмотрим, насколько совпадает это с аналитическим решением. Значит, смотрим. У нас от угла поворота, от угла поворота с вами, значит, реакция равняется, это жесткая шарнир, 3EI на L в квадрате, да? Значит, смотрим, выполняем расчет в Маткаде. Значит, 3EI стойки на H в квадрате. Почему H? Потому что, обратите внимание, здесь у нас половина. Тут 2H, а тут H получается, да? Посчитали, получили значение 5859. Это в Маткаде, это значение в Лире. Абсолютно совпало. Дальше я в Лире открываю, получается, у нас это расчетную схему, когда мы прикладываем с вами единичное перемещение линейное вот в узле Z3. И от него мы с вами считаем. Значит, смотрите. Значит, здесь мы находим, вот это у нас получается будет R1,3. Значит, это Ипюро М3, реакция в первом узле. Дальше. Вот это будет R2,3. Я сейчас не буду показывать, если вы откроете свои записи, вы увидите, что у вас эти значения, там, 2930 и 5859 совпадают с теми значениями, которые мы раньше получили. То есть, опять, значит, это касается равенства побочных коэффициентов с одинаковыми индексами. Ну и что получить коэффициент R3,3? Что получить коэффициент R3,3? Значит, я открыл сейчас в схеме М3, А5, Ипюро, так, только это получается схема, а это будет не М, а К, К3, да? Значит, у меня, получается, тогда будет равняться сумме вот этой поперечной силы этой. То есть, это будет 732 и 1465. Давайте проверим это в Маткаде. Ну вот, я открыл наши расчеты в Маткаде. Значит, тут разные формулы. Почему? Потому что здесь у нас идет защемление жесткое-жесткое, а здесь идет жесткое, а здесь шарнир. Соответственно, формула получается у нас такая. Значит, там, где жесткое-жесткое, получается больше реакция, 12 И на Ашкубе, но она получилась меньше. Почему? Потому что у нас, скажем, длина в два раза больше, и в данном случае получилось, что вот эта реакция, хотя вроде больше должна получиться за счет того, что чем больше длина алимента, тем меньше реакция, она получилась меньше, 732. А другая реакция получилась равна 1464. Обратите внимание, вот это значение, рассчитанное в Маткаде, вот это значение с лирой. Опять абсолютно совпадение. Ну и последние коэффициенты, которые необходимо было посчитать, это у нас показана расчетная схема от действия внешней нагрузки, то есть в данном случае это получается у нас с вами показанное пюре МП. Чтобы посчитать реакцию Р1П, мы рассматриваем первый узелочек Р1П, и смотрим, значит, у нас здесь момент будет с минусом, 36 плюс 6, значит, ну если составить уравнение равновесия, то есть вот этот момент вращает против часовой, это по часовой, нетрудно догадаться, что Р1П будет равняться минус 30. Соответственно, во втором узле, во втором узле у нас момент есть только, который действует по одному направлению, как и реакция Р2П, то есть 36, тогда Р2П, нетрудно догадаться, будет равняться чему? Минус 36. Ну и последнее, что для того, чтобы найти Р3П, нам с вами необходимо перейти, это уже будет какая-то сила, перейти на эпиру поперечных сил. Обращаем внимание, что у нас возникает реакция только вот здесь, и она равняется чему? Трем. Она равняется трем, да? И тогда Р3П будет равняться чему? Трем. Ну вот то, что я показывал сейчас в лире, приведено в маткаде с кринами, обратите внимание, то есть рассматривается равновесие 36,6, значит, если я сейчас ниже пойду, посмотрю, вот у меня Р1П равняется минус 30, Р2П равняется минус 36, и Р3П равняется минус 3, ну тут немножко по-другому считали, но мы взяли сыпью руку. Все, в принципе, кратенько, хотя, может, не так кратко получилось, информации много, я показал, мы с вами сейчас нашли коэффициенты, единственный момент такой, обратите внимание, там пособие, по которому я ориентируюсь на этот пример, у нас считается в каком? Вот в таком виде, где мы используем через EID. Мы с вами будем считать, подставлять наши численные значения, и дальше с вами, это уже тема следующего урока, я расскажу способы решения канонического, системы канонических уравнений. различными способами, и самое главное, сравнение с результатами в Лире. По этому уроку все.